22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России, которую даже спустя долгие годы забыть невозможно. Именно 22 июня враг напал на Советский Союз и для каждого гражданина нашей страны. Это не только день скорби, но и повод вспомнить имена великих героев. Традиционный митинг состоялся у братского захоронения в Комсомольском сквере. По торжественной звуке гимна Российской Федерации в Комсомольском сквере был открыт митинг, посвященный одной из самых скорбных дат в истории нашей страны. 76 лет назад в 4 часа утра началась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная из всех войн, когда-либо прошедшая на нашей планете – Великая Отечественная война. В одночасье разрушились надежды миллионов семей, были поломаны судьбы целых поколений. Память о тех грозных годах, как и неутихающая скорбь, навсегда останется в наших сердцах. Среди всех приветственных речей на подобных мероприятиях особенно важны слова самих ветеранов. Мы хотим, чтобы процветала наша земля, чтобы были засеяны поля, чтобы были в школе дети в мирных условиях, осваивали все то, что достигнуто современностью. Чтобы вы всегда равнялись только на передовой опыт и сами могли чем-нибудь украсить эту прекрасную жизнь. Я желаю вам счастья на века, да не забудем никогда тех, кто отдал свою жизнь во имя спасения человечества и советского народа. Вечная память тем, кто живет в наших сердцах. Сегодня каждая российская семья отдает долг памяти и признательности всем, кто принял на себя первый удар врага. Кто не дожил до светлого дня победы, но верил в него, принимая неравный бой с фашистами. Сегодня вся страна в унисон говорит, никто не забыт, ничто не забыто. Среди почетных гостей были и представители городской администрации, которые спешили в этот день выразить свое почтение ветеранам и своим землякам. Низкий поклон, вечная память. И, наверное, сегодня мы должны слышать то, что нам говорил Иван Андреевич. И впитать в себя все те наказы, которые герои войны, такие как Иван Андреевич, несли для того, чтобы мы это знали. Для того, чтобы ту победу, которая досталась миллионами жизней наших предков, наших дедов, отцов, матерей, мы не потеряли. Для того, чтобы мы помнили об этом и знали, что мы должны быть достойны их и защищать свою родину. Последствия этого дня нельзя ни преуменьшить, ни смягчить. Сотни наших земляков не вернулись с той страшной войны. Сегодня мы вспоминаем тот страшный, трагический и одновременно торжественный день. Торжественный, потому что мы знаем финал. Мы знаем, что в итоге наша страна победила в этой страшной войне. Но 22 июня 1941 года стали гибнуть наши жители. На защиту встали такие герои нашей страны, как Иван Андреевич Рулев. Мы всегда будем говорить слова благодарности им. Мы всегда будем их помнить, чтить. Вечная память погибшим. Вечная слава живым. Советский Союз понес в той войне ни с чем не сравнимые потери. Более 27 миллионов человек. В память о павших за родину почтили минутой молчания. Затем к братской могиле, где горит вечный огонь, возложили венки и цветы. Знак того, что память о героях тех лет навсегда останется в наших сердцах.